Здрасте. Я по объявлению. Меня зовут Светлана Букина. Я умею очень хорошо работать в компьютере и ещё щёлкать мышкой. А ещё я очень умная и образ... Образина... Образиновая! Эй. Эй-эй. Меня зовут Лариса Ивановна. Ну и что? Я директор этого магазина. Так что этот парень здесь ничего не решает. Думаю, ты нам подойдёшь. Можешь прямо сегодня приступать к работе. Ой, это вы что, правда, что ли? Ура! Вот твоя униформа. Подождите, а мне что, надо работать на пляже, что ли? Ну нет, конечно. Держи. Просто, понимаешь, наш магазин ориентирован на мужчин. А мужчины любят красивых, сексуальных и недалёких девушек. Ой, вот это точно про меня. Я как раз живу здесь, недалеко. Поэтому все наши консультантки работают в купальниках. Это повышает клиентам настроение, а нам уровень продаж. Мужики теряют голову и скупают всё подряд. А, ну понятно. Да. А теперь познакомься с коллективом. Здрасте. Ой, здрасте. Меня зовут Света. Я ваш новый этот продавец-консул. Ты что? Правильно говорить не продавец-консул, а продавец-констант. Да ты что? Точно! Я всё время путаю! Добро пожаловать, Света! Света! Света, ну почему ты опоздала? Я болела. Вот записка от мамы. Ой, простите, это билет на автобус. Ну ладно, простите меня, я больше так никогда не буду. Света, ну ты же не в школе. Ладно, быстро переодевайся в форму и бегом в класс. В зал! Бегом! А форму уже на мне. Ну ты умница. Ты помнишь наш девиз? У кого есть в банке счёт, тому любой костюм идёт. Привет, прыща уйдёт. Добрый день, девушка, а у вас есть что-нибудь в стиле, если бы это видел папа, ну или типа совсем стыд потеряла? В общем, как на вас? Откуда ты узнал, что я здесь? Вчера вечером ты по привычке сняла плащ возле вешалки и поднялась наверх. Хорошо родителей дома не было, иначе папа по себе челюстью пальцы на ногах отдавил. Ты гонишь. Папа никогда в жизни не дотянется челюстью до ног. Зато он дотянется до твоей шеи, когда узнает, где ты работаешь. Точнее, в чём ты работаешь. Хорошо. Что ты хочешь? Вот. С этого и надо было начинать. Ползарплаты мне. Не, Ром, ну я не могу. Ну мне хозяйка сказала, что я первый месяц работаю на стажёрские ползарплаты. Ну если я тебе отдам ползарплаты, тогда мне ничего не останется. Ладно. Тогда мне нужны ключи от раздевалки продавщицы. Зачем? Ну просто так посмотреть. И всё. Ну хотя, да, на больше ты уже давно не рассчитываешь. Но посмотреть это мы тебе сейчас легко устроим. Девчонки! Ну чего? Насмотрелся? Ну я думаю, Рома, недели на две ночных фантазий должно хватить. Хочу потрогать. Эй! Трогать нельзя, это запрещено. Плевать. Ай! Ай-яй-яй! Да, желание клиента — бекон. Стрип-бар «Трясина» будет закрыт минимум на две недели. Постановление санэпидемстанции вышло после того, как на глазах у посетителей подрались крыцы и тараканы. Подумаешь. Да у нас дома они каждый день из-за крошек терутся. Да? А кто побеждает? Мы. А крысы с тараканами продолжают пухнуть с голоду. Не-е-е-е! Да ты что там вешаешь, здесь не прачешь-то я тебе? Спокойно, мужики. Если мы идём в трясину, значит, трясина идёт к нам. Музыку! Ого! А, каково? Меня могут взять в программу очумелые ручки. У Ромки ручки точно очумели бы. А в трясине сейчас бы наступало больше сиса. А-а-а-а! Ладно, мужики, хоры ныть! В конце концов, у нас есть то, что не заберёт ни одна проверка. Наша крепкая мужская дружба! Да нет же! Пиво! Пойду принесу. Прямо как в анекдоте. Что не съем, то поднаткусываю. Про тебя. Я на диете. Ем только пополовину конфеты. Мой мозг думает, что я съела целую. А талия чувствует, что только половину. Скажи своей талии, чтобы поговорила с твоей задницей. А то она, похоже, не в курсе. Ой! Смотри! Стрип-бар, трясину закрыли. Это, случайно, не тот бар, в котором ты провёл лучшую часть своей жизни? Какая жалость! Ем! А давай теперь я буду танцевать для тебя стриптиз. На-ри-на-ри! Ты что, собираешься это всё выпить? У меня нет выбора. У меня же нет цианида. Можно подумать, ты набрался бы смелости и покончил жизнь самоубийством. А кто сказал, что цианид для меня? Привет, пап! Слушай, нам надо с тобой серьёзно поговорить. Ты уже всё знаешь, да? Блин, ну я хотела тебе сама всё рассказать, но... Спасибо, девочка моя, об этом уже все знают. Проклятые тараканы! А почему он тебе новый плащ? Так... Ты опять спуталась с директором вещевого рынка, да? Ну, а между прочим, я его купила на деньги, которые заработала и заныкала от вас. Лучше скажи, где ты их заработала? Света работает в магазине стильной мужской одежды и пафосных аксессуаров «Джентльменские понты». Работает? Я смогу выйти на пенсию. Да бытчица ты наша! Так, кто бытчица? Я? Да вы что, ребят, я не бычусь? Правильно, ты не бычишься, ты тупишь. А ты не хочешь рассказать папе про свою униформу? А лучше покажи. У моей девочки даже униформа есть, господи, спасибо! Ну, давай, 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 хвастайся. Ну, пап, да чего там она, эта обычная униформа, как все? Ну, там купальник, вот, ну и... И купальник. Ты хочешь сказать, что ты работаешь в одном купальнике? Там все так работают. Все? А много вас там таких, а? Я хотел сказать, что нельзя работать в таком виде, мало ли опасных извращенцев. Да, пап, да ты что, у нас даже трогать там нас строго-настрого запрещено. Вон, у Ромки можешь спросить. Все равно нельзя работать в таком месте, уважающей себя девушке. А Свете? И Свете нельзя немедленно звонить своему директору и говорить, что ты увольняешься. Ну, пап! Никаких, но! Хотя, подожди, я сам туда схожу. Должен же я лично убедиться, убедить твоего директора. А я покажу тебе дорогу, только переоденусь. Давай. Так, это что за маскарад? Ты грабить их собрался, что ли? Пап, ты что, новости, что ли, не смотришь? Свиной гриб бушует. Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь? Может быть, что-нибудь показать? Покажите мне все. Хотя, и так мало чего осталось. Извините, а мы раньше не встречались? О, нет. Нет, я здесь первый раз. Голос знакомый, как у того парня, которого сегодня мы били, а он плакал и звал мамочку. Девчонки, бей его, опять приперся! Так, а вы что, тоже с ним, да? Пришли палапать на халяву? Нет, 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 я его вижу первый раз. Вообще, на улице пристал, мелочь клянчил. Ну, что вы собирались мне показать? Здравствуйте. Могу я вам чем-то помочь? Да, я хотел бы примерить вон те ботинки. Хорошо. Что-то не так? Готов? Я же тебе говорил, это как стриптиз-бар. Только вместо пива надо купить какую-нибудь шмотку. И все. Глазей сколько влезет. Я на деньги не от проблем. Я как раз вчера вечером дома прибирался и отнес в комиссионку, все старею, ну, там, Ленины часы и загранпаспорт, ноутбук. Гуляем. А, привет. Я могу вам чем-нибудь помочь? У нас большой завоз стильных сорочек. Да, покажите мне вот эту. О, да у вас прекрасный вкус. А, примерите. Я что, в самом деле похож на Бандераса? Копия. А, вот ваши брюки. Сорок восьмой размер. Обижаете, милочка. У меня сорок восьмой с половиной. Ой, секундочку. Пожалуйста. Покажите мне вон ту шляпу. Да, конечно. Пожалуйста, ваша шляпа. Вот. Подержать ваш цилиндр? Нет. Нет. Я сам подержу. Света, тебя кто научил включать компьютер? Сёма. Это за деньги. Мне надо срочно научиться раскладывать пасьян с косынка. Зачем? Хочу устроить секретарш. Ну вот, смотри. Улыбаться я умею? Умею. Болтать по телефону и красить ногти? Умею. На коленях у босса вообще могу профессионально сидеть. Вот осталось только вот это. Умница. Ну и когда у тебя собеседование? Сегодня. Мам, мне же надо ещё кое-что купить. Можешь дать мне эту какую-то дискетную карту из бюстгалтерии? Ну ладно. Так. А, ага. Ни пуха, ни пера. В баню. Боже, Гена, ты что, обворовал исторический музей? Так одеваются солидные люди. Хотя откуда тебе знать, как они одеваются? Я просил тебя подавать мне на завтрак яйца в смятку. Ты хотя бы купила их? О, простите, Ваше Величество, забыла. Вы же не отрубите за это мне голову. Вообще-то, ведьма раньше сжигали. Как жаль, что инквизицию отменили. Можно было бы начать с твоей мамаши. Даша, привет. Я принесла яйца, как ты просила. Хотя даже представить не могу, зачем они тебе нужны. Конечно. Я понимаю, трудно представить собственных отпрысков с лучком и на сковородке. Ой, Букин, отлично выглядишь. Собрался, наконец, на собственные похороны. Не дождёшься. Кстати, за яйца спасибо. Снесёшь, ещё приносим. А куда это он так напетушился? Лена, Гена знает только две дороги. В трясину и на работу. Если он хотя бы одну забудет, заводится. Трясина закрыта, значит, он идёт на работу. Даша, а ты не думала, что у Гены может быть любовница? Лена, ну кто на него позарится? Не знаю, какая-нибудь слепая. Или сумасшедшая. Или слепая сумасшедшая с заложенным носом. Лена, не смеши меня, пожалуйста. Таша, послушай, это всё серьёзно. Мужчина меняет свой внешний вид, если хочет понравиться женщине. И вряд ли это женщина-жена. Геннадий, друг мой, вы дома? Ой, Леночка, привет. В смысле, пока. Стоять! Так, Анатолий, ты почему так одет? А я это, иду на собеседование. И оделся посоленней. Я скорее съем Генины носки, чем поверю, что ты пошёл добровольно устраиваться на работу. Так что быстро отвечай, куда ты намылился. Я, к сожалению, уже опаздываю, пока. Лена, что ты там говорила про любовницу? Даша, всё это более чем странно. Гена и Толик одновременно завели романы на стороне. Может быть, у них роман друг с другом? Нет. Да не, у Толика аллергия на шерсти животных. Лена, ну для чего-то они так оделись. Слушай, а может быть, они оба работают альфонсами? И это их костюмы для сексуальных игр? Лена, я тебя умоляю, Гена Альфонс, надо для этого научиться хотя бы переодевать носки. Ну ты как хочешь, а я, пожалуй, пойду и пороюсь у Толика в вещах. Ну так, на всякий случай. Гена Альфонс. Лена! Здравствуйте! Смотри, что я нашла. Носки чистые, рубашка, похоже, вообще женская. Всё, у Гены есть любовница. Он Альфонс. А я нашла цилиндр и трость, это точно для ролевых игр. Нет, ну какими? Нужно быть извращенцами, чтобы вот так вырежаться. А потом у меня пропал ноутбук, часы и загранпаспорт. Я уверена, что это Толик, своя любовница, подарки таскает. Лена, надо с этим что-то делать. Это наши мужья, и мы их никому не отдадим, пока смерть не разлучит нас. Ну, ты имеешь в виду их смерть? Естественно. И если у них на самом деле есть любовница, то это наступит очень скоро. Пошли? Пошли. По-моему, Гены здесь нет. Так, а может быть он в подсобке? Там его тоже нет. Трясина закрыта. Где он, может быть, ума не приложу. Леди, могу ли я чем-нибудь вам помочь? И этот туда же, а? А что здесь происходит? Почему ты так одет? А что здесь такого? Разве мужчина не может себе позволить быть стильным? Мужчина, конечно, может. Только это никакого отношения не имеет ни к тебе, ни к Толику, уж точно ни к Гене. Попрошу не обобщать. Извините, у меня ланч. Вы можете делать со мной, что хотите. Я умею хранить тайны. У меня дедушка по партизанам был. Ну и где находится этот магазин с голыми продавщицами? Я не знаю. Я там не был. А костюм мне этот Толик подарил. Ну, с какой начать? С короткой или с длинной? Эх, вы что, задумали быдло невоспитанное? Пожалуй, начни с длинной, чтоб побольнее. Э, не надо, я все скажу. Пилотки на восемнадцать. Ну, не надо. Надо, Даня. Надо. Мама. Девушки, к вам клиенты. Иду, иду. Ядренок, черюшка. А где Марина? Вы ее мама? А Марина здесь больше не работает. А Таня? Таня, Оля, Марина. Ну, кто-нибудь похожий на женщину. Извините, магазин продали, и теперь он ориентирован на более зрелых покупателей. Правда, девочки? Показать вам что-нибудь? Нет, спасибо. Я ужасы не люблю. Примерьте новую рубашку, она вам подойдет. Ведь вы такой симпатичный. Я, к сожалению, не могу то же самое сказать про вас. Сейчас мы подберем ваш размер. Не-не-не-не. Толик, бежим отсюда, пока нас не засосало! Ой, девочки, спасибо вам огромное. А это вот. Считайте, что внеочередная стипендия. А теперь бегите, а то опоздаете на учебу. А можно мы купальники себе оставим-то? Так надоело, из парашютов шить. Ну, конечно, берите. Учеба? Лен, ты где их нашла? Кулинарный техникум второй курс. Хотя то, что похудеет, кажется, первый. Слушай, мы же забыли кое-кого. Ну, знаете, мама-то так просто не пройдет, да? У меня вся милиция одевается. Да, одевается. Скорее проводит осмотр тел. Слушай, а ты видела на двери Ромкину фотографию? Интересно, что он здесь делает? Так этот парень, он вообще конченый извращенец. Он же тут всех девушек перещупал. Кто же таких уродов-то рожает? Я рожаю. Я мать Рома Букина. Букин? Значит, Гена Букин ваш муж? Ну, это тот, после которого мы примерочные проветриваем и всю одежду отправляем в химчистку. Да, жизнь тебя и так наказала. Ладно, претензий нет. Нет так нет. Эй, пожалуйста. Помогите. Ой, Даша, жалко, что нет таких магазинов для женщин. Только представь, тебе помогает одеться полуобнаженный красавец. Ой, Лена, я только там бы и жила. Жалко, их не существует. Сынок. Развешите нас, пожалуйста. Развешите нас. Здравствуйте. Я по объявлению. Меня зовут Светлана Букина. Хочу работать у вас секретаркой. Я вам принесла свое, это, как его... Зирюме. Вот. Только на нем немножко буквы расплылись, потому что на него Барон написал. Уж простите. Эй. Эй. Вы меня слышите? Думаю, вы нам подходите. Ой. Давайте я познакомлю вас с коллективом. Да, давайте. Ой. Я уверена, что мы с вами сработаемся. Эх, видела бы меня сейчас мама. Рома! Слушайте, скажите, а зачем вы взяли этого уродца? Он же нам всех клиенток распугает. А это наш уборщик. Я не знаю, зачем он в плавках ходит. Молодой человек, я вам сто раз говорил, приходите вечером и убирайте. Господи! Господи!